Здравствуйте, ребята! С вами снова я, Надежда Геннадьевна, учитель английского языка. И я рада очередной встрече с вами в Доме знаний. Тема сегодняшнего вебинара – вредная пища. Давайте переведем следующие предложения с новыми словами. Слово «cue» означает «излечить». Не существует лекарства, чтобы вылечить эту болезнь. Следующий пример. У доктора ушло 10 минут на то, чтобы осмотреть пациента. Все люди должны развивать здоровые привычки. Новое слово здесь – привычка. «Hard» означает не только трудный, но и наречие «трудно». Как же мы переведем это предложение? Трудно поверить, что завтра мы покидаем этот город. Глагол «to lose» – терять, неправильный. Его вторая и третья формы совпадают. «Lost» – «lost». Например, «Mike lost his job last year». «Mike потерял работу в прошлом году». Следующее слово, ребята, «glotать» – «to swallow». «It is hard for him to swallow the tablet». Ему трудно проглотить таблетку. Ребята, а вот глагол «weigh» – «взвешивать» – это правильный глагол. Например, «The shop assistant weighed the tomatoes for me». Продальщица взвесила помидоры для меня. «She was happy to lose weight». «Она была счастлива сбросить вес». И последнее выражение на сегодня – «do one's best» – «стараться изо всех сил». «I'm doing my best to be a good student». Как можно это перевести, ребята? Я стараюсь изо всех сил, чтобы быть хорошим студентом. Давайте теперь поговорим о вредной пище и о том, почему нам следует ее избегать. «Many families today have busy schedules». У многих семей сегодня плотный график. «These make it hard to sit down to homemade meals every day». Это затрудняет приготовление ежедневной домашней еды. «Many kids' diets involve a lot of junk food that can be unhealthy». Дети часто употребляют много пищи, которая может быть вредна для здоровья. «Unhealthy eating causes illnesses that can continue into adulthood. They can even develop into lifelong diseases». Нездоровое питание вызывает болезни, которые могут продолжаться в зрелом возрасте. Они могут даже перерасти в хронические заболевания. «Usually children eat such junk food as». Обычно дети едят такую нездоровую пищу, как «Candy, cookies and donuts» – конфеты, печенье и пончики. «Ice cream, soda and fruit drinks» – мороженое, газированные напитки и фруктовые напитки. «Hamburgers, french fries and milkshakes» – «Амбургеры, картофель-фри и молочные коктейли». «Pretzels, potato chips and other snacks». «Crendelis, картофельные чипсы и другие закуски». Ребята, а хотите, я поделюсь с вами секретом о том, как при походе в супермаркет удержаться от покупки вредной еды? Давайте посмотрим небольшое видео об этом. Here are five healthy shopping tips, good for your family and your budget. Tip number one. Don't go shopping when you're hungry. Have a light snack before you go, like an apple or a handful of nuts. Tip number two. Make a list so you know what you need. Tip number three. When choosing fruits and vegetables, get your children to help. Remember to fill your cart with a colorful rainbow of fruits and vegetables, such as broccoli, onions, carrots, cabbage, sweet potatoes, bananas, oranges, apples, and other favorites to make sure your family gets all the nutrients they need. And here's tip number four. Instead of buying a lot of red meat, choose more fish and chicken. Buy regular milk and plain yogurt, not fruit yogurt, which has a lot of sugar. Add your very own fruit on top. By following these healthy shopping tips, your family and your wallet will thank you. Now let's go home and cook a healthy meal. Итак, ребята, теперь мы точно знаем, что нужно составить список продуктов, прежде чем идти в магазин и не идти туда на голодный желудок. У вас может возникнуть вопрос. С вредной пищей все понятно. А что нам даст здоровое питание? Healthy eating has many benefits for children. It can. Здоровое питание имеет много преимуществ для детей. Оно может Стабилизировать энергию. Улучшить ваш разум и настроение. Помочь вам поддерживать здоровый вес. А теперь, ребята, давайте поиграем в игру. Я буду показывать вам три продукта, а вы будете говорить, какой из них вредный. Готовы? Давайте начнем. Let's start. Which one is unhealthy? Is it olives, honey, hamburger? Yes, you are right, my friends. It's hamburger. Let's do next. Which one is unhealthy? Chicken, fish, donut. Да, вы правы. Пончик вреден. Donut is unhealthy. Следующая тройка. Что нам лучше не есть? Which one is unhealthy? Cheese, french fries, or yogurt? Да, вы правы, друзья. От картофеля фри лучше воздержаться. French fries is unhealthy. Which one is unhealthy? Is it milk? Orange juice? Coke? Yes, you are right. Coke is unhealthy. Вам понравилась игра, ребята? Надеюсь, что да. My dear friends, it is time to say goodbye. Today you are amazing. I am so proud of you. Ребята, это было все на сегодня. Мы говорили с вами о вредной пище. Увидимся с вами на следующем вебинаре на платформе Дома Знаний. I wish you all the best. Thank you for your attention. See you soon, my dears. Goodbye. Goodbye. Субтитры подогнал «Симон»